This conference will now be recorded. Добрый вечер, уважаемые слушатели учебного центра, специалисты. Сегодня наш семинар посвящен первым шагам в области разработки. Приветствую всех, кто присоединился к нам онлайн, и также приветствую тех, кто будет смотреть нас в записи. Сегодня мы с Азимовым Мурадом, техлидом компании НАВЭ, обсудим такую горячую тему, какие шаги нужно предпринимать, чтобы попасть в сферу IT в области разработки. Сейчас эта тема достаточно горячая. Даже те, кто работает в каких-то далеких от IT направлениях, посматривают и думают, как же осуществить переход, что нужно знать, какие первые шаги необходимо сделать. И для этого мы сегодня этот семинар и организовали, потому что очень важно понимать некую свою карьерную траекторию и заранее ее спланировать. Давайте вначале я скажу пару слов про наш учебный центр, и далее мы с Маратом обсудим, как делать первые шаги в области IT и, в общем, какие скиллы требуются, как сориентироваться. Пока я скажу вводное слово, пожалуйста, сориентируйте нас, кто сегодня собрался. Напишите, пожалуйста, в чат. Если вы совсем далеки от сферы IT, никогда еще ничего там не изучали, напишите нолик, если уже какие-то первые шаги сделаны и какие-то базовые знания получены, то единичка, и если уже какое-то время работаете, то двоечка. Итак, я пока расскажу про учебный центр специалистов. На рынке образовательных услуг мы уже более 30 лет, в этом году у нас будет юбилей, и за это время мы обучили более 1 миллиона человек. Этот опыт дал нам возможность понять, что наших слушателей необходимо поддерживать на пути их карьерного развития, и до этого мы разработали такую программу содействия трудоустройства выпускников. Я расскажу некоторые ее опции, может быть, каждый из вас что-то для себя найдет интересное. Во-первых, это ориентация на реальный рынок труда и на практику. То есть мы ориентированы на то, чтобы наши выпускники в результате обучения получили определенные навыки, хардскиллы, с которыми можно было бы выйти на рынок труда. Потому что работодателям сейчас теоретические знания не столь важны, как ваш навык в той или иной сфере. После получения таких, скажем, хардскиллов, также важно понять, как правильно себя позиционировать, как правильно составить резюме, как отвлекаться, как проходить собеседование. Здесь, этому мы учим на нашем бесплатном семинаре успешный поиск работы и трудоустройства. Также для слушателей предусмотрены карьерные консультации. На все эти мероприятия можно записаться. Ссылочки я участникам отправлю в чат. Также можно сканировать QR-код на экране. Также мы периодически проводим мероприятия такого ориентировочного характера, чтобы рассказать вам про разные профессии, про направления и такое вот, кому будет интересно направление мобильной разработки, пожалуйста, записывайтесь. 26-го будет ближайший мастер-класс. О всех таких карьерных мероприятиях вы получаете рассылки. Пожалуйста, записывайтесь, приходите, чтобы сориентироваться. Также мы учим не только слушателей, которые приходят к нам сами, а слушателей от корпоративных заказчиков. И многие корпоративные заказчики по достоинству оценили качество подготовки и с удовольствием предоставляют нам свои вакансии, чтобы рады видеть в своих рядах наших выпускников. Для этого мы открыли три канала. Пожалуйста, на любой из них можно подписаться и смотреть вакансии от наших партнеров. Итак, сейчас, наверное, можем перейти к теме. Я хочу посмотреть в чат. Вижу, что часть наших зрителей еще только на этапе ориентировки, но кто-то уже начал учиться по тому или иному направлению. И вот даже один человек уже работает. Отлично. Это такая широкая у нас аудитория. Напоминаю, что можно задавать вопросы. Есть чат. Пожалуйста, пишите. Я иногда буду туда посматривать и тоже задавать их Мурат. Мурат, давай, наверное, познакомимся. Расскажи немножко о себе. Где работаешь? Каким направлением разработки занимаешься? Еще раз всем привет. Да, меня зовут Мурат. Я работаю в НОВЕО. Это компания, которая делает разные приложения. И веб-приложения, и десктоп, и мобильные приложения. В общем, разного широкого спектра. На заказ. Мы в основном работаем с иностранными заказчиками. Не из России. Наша целевая аудитория – это Европа. В частности, француза, франция. Делаем разные решения. Есть Enterprise для всяких там бизнес-до-бизнеса. Есть решения, которые мы делаем для частного сектора. В плане имеется в виду, что обычные приложения, которыми пользуются люди. Какие же мы с вами. Я занимаюсь мобильной разработкой. Я вообще изначально, когда, как и вы, наверное, большинство, хотел… Так, звука нет, говорят? Звук есть? Звук есть? Если нет звука, значит, надо переговорить. Я в чат написала. А, ты написала? А, все, понял. Я, в общем, начинал с Android-разработки. Я изучал, как бы, Java. Затем, как бы, там в компании произошли ряд изменений. Отлично. И теперь я занимаюсь кросс-платформенной разработкой. Есть такой фреймворк, называется он React Native. Вот, это дочка фейсбука. Вот, это фреймворк пришел от React. Может быть, для кого-то эти слова знакомы. Кому не знакомы, не пугайтесь. Вот, потом мы все это дело разложим. На простом примере все объясню. Вот. И, как бы, то есть, Flutter, Flutter, React Native позволяет делать приложение под iOS на Android. Вот. И плюс еще, начиная с этого года, ну, как бы, компания, как бы, расширяется, мы сильно растем. Теперь и, как бы, ушли не только в React Native, но еще во Flutter. Flutter – это альтернатива серии React Native, позволяет делать мобильные приложения. Но это не только приложения, это еще и сайты можно делать на Flutter. Но, скажем, самый популярный случай, популярный кейс – это именно мобильные приложения. Подается Android. Но Flutter уже продвигается к Google, а не к Facebook. Вот. Ну, я вот в компании в данный момент, если так, формально, техлит. Техлит – это что означает? Означает, что у нас в компании как бы есть разделение на иерархии, на иерархии по технологиям. То есть у нас есть отдел, там, допустим, веб-разработки, который разделяется, там, по технологиям Angular, там, Noda, React, Vue. Вот. Получается, моя сфера – это React Native и Flutter. Ну, мы это объединили, назвали как отдел мобильной разработки. Я просто сам любитель, ну, я люблю телефоны. До того, как стать программистом, я телефоны ремонтировал. Вот. Теперь я под них разрабатываю, как бы, я знаю, как устроено железо внутри, как работают прошивки. Вот. И теперь уже со стороны софта тоже погрузился в это дело. Конечно, скажу сразу, наверное, разрабатывать приложение это интереснее, чем ремонтировать телефоны, потому что весь постоянный рост, постоянная работа над собой, и каждый раз новые интересные задачи. Вот. И гораздо сложнее. Приходится, там, голову включать прям конкретно. Вот. Ну, это еще более делает, наверное, нашу работу интересной. Так. Ну, в целом… А, программирование я влез где-то в 2017 году, в начале. Где-то в 2016 году, наверное, я закончил свою работу в середине. И как-то я помню, вот, увидел статью, я мечтал быть программистом, на самом деле, я жил этой мечтой, вот, что когда-нибудь я к ней приду. Я увидел статью на хабре, типа, как стать программистом за один год. И подумал, что я тоже так хочу, но только я хочу не за год, я хочу быстрее. Это мне потребовалось, наверное, с нуля восемь месяцев, чтобы устроиться на первую работу. То есть, как я начал, там, я начал с курсов, как я начал ходить на курсы и получил свою первую, наверное, зарплату. Вот, прошло восемь месяцев. Вот, это был, получается, апрель 2017 года. Вот, с 2017 года, вот, и по сей день я пишу код под мобильные девайсы. А почему ты выбрал именно мобильную разработку? Ну, здесь все просто. Почему мобильная? Потому что мне нравятся, говорю, телефоны. Как бы я давно заметил тенденцию, что вот сейчас самый популярный гаджет – это телефоны. Те друг другу там показывают картинки, фотки на телефонах. Еще когда я в школе учился, там, мы просто там обменивались приложениями, там. Я подумал, было бы круто, если бы я что-нибудь сделал, там, показал бы другу, например, там, по-нибудь знакомому. Смотри, там, вот, у меня есть приложуха, это я ее написал. То есть, самая идея, она меня вдохновляла как-то. Вот, и плюс еще даже сейчас у многих не один телефон, а там, два или несколько. Вот, ну, в силу специфики моей работы у меня, смотрите, гаджетов. У меня их, короче, здесь на столе стоит. Я сейчас на работе. Вот, у меня здесь – это лично мои телефоны. У порядка 7-8 девайсов. Вот, чтобы проверять работу приложения. С iOS там все прочее. iOS более-менее, он там, как бы, постоянен, одинаковый. А вот на Android есть своя специфика, что разные производители, они, бывают, сильно модифицируют Android. То есть, тот Android, который делает Google, тот Android, который, допустим, стоит в Xiaomi, он, как бы, Android, но он немножко отличается. Вот, из этого приходится проверять, допустим, приложения, как они себя ведут, как работают на девайсах. Вот. У меня было программирование первые два года, но мы программировали в Pascal, и тогда даже была проблема этот Pascal установить, я помню. Потому что он уже был старым. То программирование, которое было в университете, да, и то программирование, которое сейчас в реальной жизни, как бы, сильно отличается. Ну, формально это те же буквы, как бы, те же строчки, фото, которые мы пишем, но совершенно разные задачи. И подход к решению проблем совершенно разный. Ну, получается, по образованию я математик. Помогло тебе это, как-то, когда ты изучал? Насколько вот у слушателей часто возникает вопрос. Если у меня как-то есть какая-то, знаешь, такая взаимосвязь IT и математики, если, допустим, у меня с математикой все плохо, насколько я буду успешен в IT? Почему-то вот такие аналогии... Вообще нет никакой связи, на самом деле. Пожалуй, даже, ну, я выбрал такую сферу, да, вот, мобильной разработкой, где, наверное, по большей части, ну, пока что еще, я не сталкивался с такими, с высшей математикой, там. Большинство вещей, которые вы хотите, там, нескоро у него сделать, они либо уже сделаны кем-то, тебе надо просто использовать готовое. То есть есть такой принцип программирования, неизбытая велосипеда. Это означает, что если что-то готовое, тебе не нужно тратить свое, как бы, время, там, деньги, чтобы это повторить, потому что, скорее всего, ты сделаешь хуже, чем до тебя сделали, вот, потому что до тебя делал не один человек, там, да, их было много людей, скорее всего, вот. И если ты пытаешься сам изобрести то, что уже изобретено, то, скорее всего, ну, высоковероятность, что ты сделаешь хуже, чем было. Поэтому по возможности надо использовать готовые вещи, вот. И какие-то сложные алгоритмы, наверное, мне не приходится использовать в жизни. То есть математика мне пригодилась, наверное, ни разу, потому что диплом мой так и лежит дома, и я бы не воспользовался. Хотя мне там, я от многих слышу, что вот, вот, меня на работу не берут, нужен диплом, там, туда-сюда. Здесь, именно в IT-сфере, наверное, здесь важно именно то и знание. То есть, а дипломы, это формальности. Ну, бывает, наверное, исключение, когда, допустим, требуется сдать какую-то сертификацию, вот, но это, скорее, больше исключение, чем общее правило. Я тут, наверное, тебя дополню, потому что, если мы говорим про госкомпании, то там требования определены штатным расписанием. И, правда, если человек планирует развиваться и в госсекторе тоже, то там... А, ну, да, я слышал, что некоторые компании, например, там, не знаю, еще как в Яндексе дела обстоят, ну, допустим, какие-нибудь большие гиганты могут, например, у них как требование, да, там, высшее образование, чтобы было. Вот, а если, типа, высшее образование, то даже не рассматривают. Может быть, такое, да, не спорю. Но я говорю, лично, для меня это не было преградой к работе. Смотрите, вот тут вопрос поступает. Я могу, допустим, сразу по ходу пьесы отвечать, чтобы... Да, давай. Вот, здесь Андрей спросил, почему я тестирую приложение. У нас есть QA, QA-отдел очень большой. Вот, но прежде чем передать на тестирование, мне нужно убедиться, что, ну, минимально это работает. Вот, и поэтому я сначала, допустим, проверю, как бы, то есть я проверяю положительный кейс, что вот не какие-то там сложные сценарии, да, когда там какие-то специальные условия нужны, чтобы убедиться, что оно работает корректно или нет. Вот, и получается, что положительный сценарий я проверяю, потом проверяет QA, но еще вообще в идеале это когда есть автотестер, когда функционал, хотя бы базовый, покрыт тестами. Допустим, вот у нас в приложении есть биллинг, это платежи. И если, допустим, платежи сломались, то это прям аларм, это означает, что надо срочно править. Это вообще недопустимо, это бизнес теряет деньги. Вот, и в таких ситуациях помогает покрытие тестами, таких вот важных вещей. Вот так. Да, да. Шаги, несколько шагов вперед. И плохое планирование просто обеспечивает напрасную трату денег и времени. И в обучении на IT-направление эти деньги немаленькие. И поскольку рынок сейчас просто пестрит вакансиями с большим доходом в IT-сфере, гораздо важнее сначала сориентироваться в направлении и скорее выбрать какое-то одно направление, с которого вы начнете. Понятно, что невозможно сразу изучить все и невозможно сразу стать специалистом во всем, но со временем какие-то компетенции вы будете, скиллы какие-то, да, хардскиллы добавлять. Но вот этот первый шаг, он все-таки должен отталкиваться от какого-то одного направления. Когда я спрашиваю Марату, почему он выпил мобильную разработку, это была такая мотивация интуитивная, потому что он работал с железом. Если у вас первоначально пока еще непонятно, куда идти, то вот мне кажется, важно сейчас поговорить вообще, какие направления существуют, чем они отличаются и какие там перспективы развития, порог входа, какой-то стэк. Здесь, Марат, тебе слово. Да, давай обсудим. Я там подготовил, ну, небольшую презентацию, вот, и сейчас, наверное, да, Оля включит. Смотрите, еще раз, вот я не знаю, где здесь, как бы, я бы многие вещи буду говорить очевидные. Вот, я полагаю, что здесь, наверное, ну, судя по тематике, да, тематике семинара, здесь собрались аудитории, которая, ну, хочет, да, там, найти себя в IT, я не знаю. Вот, поэтому если я буду что-то говорить очевидное, там, как бы, не знаю, там, очевидное и простое, поэтому прошу нормально реагировать, вот, может быть, для кого-то будет что-то открытие, я не знаю, вот, но я буду говорить про свой опыт, наверное, про то, что через что прошел я, вот. Я многим, когда рассказываю свои какие-то истории, свой путь в IT, обычно это, ну, вызывает интерес, там, и мотивацию. То бишь, сейчас не будет, там, никакого кода, я не буду вас грузить техническими, там, нюансами сложными. Я думаю, что моя задача, наверное, это помочь вам понять, интересно вам это или нет, и если интересно, то в чем. Как-то, может быть, вас, как это, не то что смотивировать, немножко взбодрить, и, может быть, найти в себе эту искру, которая заставит вас не сдаваться. Потому что впереди будет сложный путь. На самом деле, очень сложно начать. Вот я вспоминаю, как бы, через что я прошел, как мне было сложно и как мне сейчас легко. У меня сейчас стало больше обязанностей, у меня несколько проектов, плюс еще я, как бы, ну, тех лид, это, получается, ну, во мне еще выехали всякие организационные моменты. То есть, допустим, разработчик испытывает дискомфорт, не только технический, да, там, он не может решить какую-то задачу, я, как консультант, прихожу, помогаю ему. Но еще и, допустим, выгорает, то мне тоже надо об этом позаботиться. Вот, ладно, это все, как бы, лирика, можно много разговаривать на эту тему. Давайте я вернусь к сферам. На этой картинке, вот здесь мы еще видим, это, как я выделяю, да, какие бывают, наверное, сферы в разработке. То есть, в IT много сфер, там, не знаю, есть тестирование, есть менеджмент, там есть аналитика, дизайн. Мы будем, наверное, рассматривать разработку, вот, и здесь выделены основные, которые, ну, которые я выделяю. Я, может, не все взял, что-то я могу забыть, как бы, но я буду стараться простыми словами максимально, как бы, донести инфу. Вот, первое, это, как бы, что здесь мы видим, это яблоко и Android. Ну, соответственно, это iOS, Android, это мобильная разработка, вот. Ну, есть еще другие мобильные операционные системы, но под них это настолько нишево, что, наверное, можно выделить только iOS, Android. Вот, я изначально писал под Android, потом, как бы, вот я сейчас пишу на фреймворке, который кросс-платформенный. Кросс-платформенный означает, что он работает на разных операционных системах. Вот мой фреймворк, который я сейчас пишу, он React Native, он пришел из веба, из фронта, вот, в мобилку. Ну, позволяет запускать, как бы, ну, позволяет делать приложение под iOS и под Android. То бишь, на выходе, ну, вот, как я, да, я думал, что вот хочу делать приложение под Android, потом думаешь такой, а вот iOS, как же с iOS? Не хочется же, ну, как бы, только под Android или только под iOS, там, половина аудитории, если не больше, там, да, я сейчас не знаю процентное соотношение, только там iOS и Android, вот, ну, и хочется захватить, наверное, обе, как говорится, два стула, вот, и бизнес сейчас, кстати, это не только мои хотелки, это бизнес сейчас так устроен, что бизнесу нравится и выгодно не писать, как бы, отдельно под iOS и Android. В этом есть свои ограничения, есть свои нюансы. Здесь, как говорится, нет серебряной пули, которая решает обе задачи, но есть что-то приближенное, и к ней, как бы, люди стремятся, чтобы, как бы, было цена-качество. То есть, первая мобильная разработка, ну, как бы, iOS – это Objective-C, это, чтобы вы понимали, да, вот, допустим, Android-разработка – это Java. Начинать с Java можно, есть очень много материала, очень много, как бы, ресурсов, как бы я с Java начинал. Но, если у вас задача, там, максимально, не знаю, просто быстро войти, то это, наверное, будет не самый, ну, с моей стороны, рекомендуемый путь. Вот, есть вещи, где можно это сделать быстрее. Вот, и сейчас пришел на смену Java – это Kotlin. Вот, но фишка в том, что, когда ты устраиваешься Android-разработчиком, тебя просят не только Kotlin, он, как бы, новый, ну, он уже не новый, но все равно тебя попросят, тебя будет Java спрашивать. То есть, тебе надо будет все равно Java знать, хочешь ты этого или нет. То есть, у нас здесь Java, Kotlin, и еще специфика Android у тебя будет на собеседовании. У меня, когда был первый совет, у меня сначала спросили по Java, вопросы задавали, я провалил. Потом меня спрашивали по Android-собеседованию, я провалил. И потом я был английский, который я тоже провалил. С iOS-ом здесь Objective-C. Objective-C – это, я не помню, в каких годах он изобрел, был изобретен, но это старый язык. Там, наверное, 60-е, 70-е, там, 80-е. Ребят, я не знаю, как бы, я, как бы, ну, не начинающий программист. Но каждый раз, когда я упираюсь в Objective-C код, я думаю, зачем, зачем он был придуман. Это, это, я не знаю, я ничего хуже в жизни не видел, в программировании, наверное. Это хуже только 1С, наверное, писать на русском языке. Вот. Это вообще что-то с чем-то. Вот. Но пришел новый, новомодный сейчас Swift. Здесь немножко обратная история. Ты сейчас можешь зайти в iOS-разработку, не зная Objective-C. Сейчас вроде как новые вакансии, там, новые проекты, не требуют знаний. Но знание Objective-C будет плюсом, но не обязательно. Вот. И здесь есть еще альтернативный путь. Это кросс-платформенная разработка. Она бывает разной. Есть там всякие Samarin, Cardova, Ionic, это фрейморки все. Ну, это такие, можно сейчас не углубляться. Это сейчас умирающее решение. Сейчас очень популярно. Вот это либо Flutter, это Dart, это язык программирования, продвигается к гуглом, и React Native, это JavaScript, это язык, на котором пишется код, он продвигается к Facebook. То есть это мобильная разработка. Следующая, это у нас веб-разработка, то бишь это, ну, если по-простому, да, простым языком, это сайты. Вот. У сайтов есть, как бы, есть простые сайты, где там просто, да, сайт-визитка называемый, лендинг, где ты видишь какую-то информацию статичную, а есть сайты сложные, да, допустим, социальные сети, ВКонтакте, там у сайтов есть база данных, есть связи между пользователями, там у меня есть друзья, у вас есть друзья, у нас есть друзья друзей, есть общие друзья, мы можем, ну, то есть, мы можем обмениться сообщениями. Здесь уже идет сложный сайт, и сложные сайты состоят из двух вещей. Это из front-end, то, что видит пользователь, ну, front, да, то, что на экране, кнопочки, там, да, интерфейс, там, отображение, там, картинок, слушание музыки, и бэкэнд, это невидимая часть, та, которая хранится на сервере, где лежат ваши данные, где лежит база данных пользователей, ну, и скупе front-end и бэкэнд делают, это получается веб-разработка, делают сайт. Вот, здесь есть такой нюанс, вот, разработчик, который может и писать front, и может писать бэкэнд, называется full stack. Ну, и сейчас на, ну, во многих там маленьких фирмах разработчикам приходится писать и front, и бэк, то бишь, ты пишешь и кнопочки рисуешь, как это выглядит, и ты пишешь логику по хранению базы данных. И такой разработчик называется full stack разработчик. Как правило, язык, на котором он пишет, это javascript. Если это javascript, то, ну, на фронте может быть не только java, это, там, javascript, это может быть и java, там, я не знаю, и dart, может быть. Мы будем говорить сейчас, как это, в большинстве своем случаев, это javascript. Тогда на бэкэнде он будет писать либо там на php, либо на java, ну, а чаще всего там, если это javascript, то на ноде. Это все, как бы, альтернативы. Почему я, как бы, я застряю так много внимания на вот этих вот нюансах? Наверное, вот самое главное, да, когда там тут, ну, одно из самых главных, что нужно для себя решить, что интересно. То есть, если есть какой-то интерес, то меньше шансов потом будет соскочить. То есть, у вас будет больше поводов устроиться там на работу, получить свою, скажем так, свою первую зарплату в IT-сфере. Она будет, первая будет, она будет небольшой, но потом, ну, я вообще позже об этом вам расскажу, на ней все время останется. Она сильно изменится. Я, допустим, когда уходил, вот я занимался вот ремонтом телефонов, как бы я получал где-то 80-90. И когда я ушел в IT, я стал получать, ну, поначалу было ноль, я бесплатно работал. Вот. А потом моя первая зарплата была 30 тысяч. Я хотя бы был доволен, как слон, я помню. Вот. Сейчас, конечно, я зарабатываю больше. Ну, я не буду говорить, сколько, но сильно больше. Поэтому она того стоит. Просто, ну, и как бы есть такой нюанс, что я шел не за деньгами. Здесь нет, ну, в этой сфере, хочу отметить, нету миллиона долларов. Если кто-то думает, что там сейчас вот он придет войти и будет зарабатывать миллионы, такого нету. Но это запада будет выше, чем, да, в среднем по рынку в других сферах. Миллион, наверное, там, где бизнес. Если вы владеете бизнеса, там уже будет, наверное, миллион долларов. Вот. Но здесь есть комфортные условия, потому что сейчас как бы все оцифровывается, да. Я думаю, так это без меня, понимаете. И очень большой спрос. Сейчас рынок перегорет, об этом тоже чуть позже скажу. Сейчас вообще блютые вещи проходят, происходят. Я же сейчас, ну, у меня очень часто в собесы, я собеседую людей, ищу новых людей к нам в команду. Ламборги, да. Ну, кстати, хочу заметить, у меня пока ламба нет, но если я еще что-нибудь себе куплю, то у меня есть, как бы, то, если я не хочу покупать какую-то обычную машину, хочу какую-нибудь, не знаю, Теслу себе купить. Вот. Поэтому буду копить потом в будущем. Так, по поводу фронт-энд и бэк-энд. Здесь, наверное, ну, это очень популярная сейчас сфера. То есть сайты, мне лично сайты не интересны. Я, как бы, изначально вот пришел, но я хочу делать мобильные приложения. И вот, когда я пришел первый раз в фирму, в одну компанию работать, мне дали задание там по поводу сайта что-то направить. Вот. Я начал там что-то делать, и я не буду говорить название компании, это неэтично, я не помню вообще, как она называлась. Они, кто-то из руководства на меня поставили ящик пива, что смогу я или нет. Я так подумал, там что-то пытался, но я же не буду сразу сдаваться. Ой, это не мое, я не хочу. Я же все хочу хорошо показать. Я там пытался разобраться, короче. Ну, я понял, что, ну, типа, это тупиковый путь, это не то, что я хочу. И я туда ушел. На самом деле здесь вот я ушел по той причине, что это не мой профиль. Здесь вот я хотел в мобильную разработку идти, а не в сайты. Есть ребята, которые, наверное, все равно делают, типа, сайты. То есть React Native и React. React – это сайт, а React Native – это приложение. Они очень схожи, но там есть своя специфика. И многим, типа, все равно, а, и там, типа, какая разница. Вот, ну, для меня… Можно? Хотела бы задать такой вопрос. Вот люди, которые собираются разрабатывать по, да, допустим, Android или iOS, под разные, да, допустим, операционные системы, вот стартовать надо какое? Это же должен быть какое-то свое железо, да, на котором ты тоже будешь тренироваться. Да, и, наверное, там есть какое-то тоже входное требование к нему. Да, здесь есть парочку нюансов. На самом деле, как бы, ну, если у вас будет желание, вы там найдете себе и железо, там, на которое можно разрабатывать. И даже на слабом железе у вас, ну, вы сможете начать. Ну, вот, если есть возможность, да, не пожалейте, там, допустим, это как инвестиция будет, да, ваше будущее. Если вы серьезно настроены, то есть, допустим, мне, чтобы войти в IT, я ушел с работы. Я ушел, то есть, я понимал, что если я там, ну, я поначалу пытался совмещать, после работы я приходил домой, там, изучал, там, да, программирование, и понимал, что это занимало, ну, у меня уже нет сил. Мне пришлось уйти с работы, чтобы полностью, да, погрузиться. То есть, я в жертву ее принес. Здесь же, если у вас есть возможность привести в жертву, это купить компьютер. Потому что, вот, допустим, если вы уберете мобильную разработку, ну, здесь как два варианта, да, iOS, Android. Если это iOS, то у Apple такая политика, что тебе нужен Mac, ты без Mac не можешь писать под Apple. Здесь ничего не поделать. Покупать там как кинтоши, это вы больше себе, вы будете расфокусированы на своей цели. То есть, ваша цель, там, да, заниматься разработкой, а не пытаться настроить ваш хакинтош, чтобы он работал нормально. А если это будет Android, то здесь вам не нужен Mac, подходит любой компьютер. Но компьютер должен быть мощным, потому что Android Studio, она очень прожорливая, особенно там, если у вас будет запущен там эмулятор, это живет ресурсы. Поэтому, если вы хотите уменьшить, как это, увеличить свою продуктивность и вложить инвестиции в будущее, то здесь надо понимать, что железо – это инструмент, с которым ты работаешь. И здесь можно не экономить. Поэтому, как бы, допустим, да, раньше для меня там компьютер, да, за 200 тысяч рублей. Это типа, ты что, дурак, типа. А сейчас для меня это инструмент, и если ты для работы покупаешь компьютер за 200 тысяч, или даже 300, ну, ок, нормально. Ну, вам не нужно за 200-300? Мне кажется, что примерно, да, 50-60 тысяч, наверное, и выше можно рассматривать. Вот. С точки зрения, ну, для фронта и бэкэнда, там, я так думаю, поменьше требования, но не сильно меньше. То бишь, есть, допустим, те, кто пишет на бэкэнд на PHP, они используют часто PHP Storm. Это IDE-шка, в которой ты пишешь код. Вот. И это IDE-шка тоже, она основана на IntelliJ IDEA. Это IDE-шка, которую делает компания. Она, как бы, она отечественные ребята. Вот. Делают продукты весь мир. Вот. И они делают, на их продукте основана Android-разработка, вот это Android Studio. Вот. И поэтому она тоже прожорливая. То бишь, если вы хотите, короче, заниматься, ну, программированием, делать это с удовольствием, не страдать, я рекомендую, короче, купить железо. Это не будет трата, это будет инвестиции. Плюс, это будет больше повод вам не сдаться, чтобы вы потратили там кучу денег, купили себе компьютер, да, и надо, пусть он тебя теперь окупит. Так, главное, время-то у нас ограничено, да, можно много говорить. Следующий пункт, это национальный микрочип, это программирование всех этих микроконтроллеров и драйверов. Это такая нишевый рынок. Здесь, наверное, много говорить не буду, мне здесь особо нечего сказать. То есть, если вам нравится писать драйвера, там, я не знаю, или разрабатывать какие-то там микрочипы, то это имеет место быть. Она здесь пишет в основном на ассемблере, либо на C. Вот, есть такие сейчас... Есть такие модные штуки, как... Ну, не яркая. Естественно. Сейчас мы его не заметим. Ну, его получил. Оп, все. Есть сейчас модные вещи, как Raspberry Pi, там, либо Ардуино, на этих штуках можно... Это такие маленькие платы, которые можно программировать. И на их основе можно всякие делать хардвардные вещи. То есть, как правило, это... Ну, мобильная разработка, да, и бэкэнд, это мы делаем софт, то есть мы делаем программы. А разработка под чипы, под микрочипы, микроконтроллеры и драйвера, это больше работа с железом. То есть, если вам нравится, допустим, чтобы там у вас есть какой-нибудь, не знаю, робот, вы хотите, чтобы ходило лево-вправо, там, вы можете под него разрабатывать вот, под... Ну, в этой сфере. Также сюда входит, наверное, разработка, работа с датчиками всякими. Вот. Есть вещь на грани, это IOT, типа интернет вещей. Когда есть, допустим, дома стоит компьютер, запущенный программой, сервер, да, к нему подключены разные датчики. Датчики, они простые, у них там мало функций, и батарейка там, которая живет, ну, очень мало энергии. То бишь, он датчик открытия, там, датчик огня, ну, любой другой датчик. Вот. И он работает на... Ну, как бы там, есть протокол там беспроводной связи, Wi-Fi или Bluetooth. Вот. И он выполняет какие-то команды. И вот там, где грани работы с железом, здесь, в общем, это сфера. Потом есть разработка доступных приложений. Здесь, я, наверное, выделяю это... Да, вот этот. Это разработка под Linux, разработка под Windows, там... Ну, в целом, можно отнести сюда еще и Mac, детское приложение. Вот. Но под Mac, там, если ты знаешь Objective-C, либо Swift, ты можешь писать и... То есть, там, те же инструменты, что и под мобильной разработкой под iOS. Вот. Здесь есть всякие, ну, то есть, это приложение для компьютера, да. Здесь есть, ну, здесь языки C, там, все подобные языки, C++, метафреймворки, это C Sharp, Python. Ну, здесь особо, наверное, нечего добавить. Это приложение для компьютера, такие же, как и для телефона, только работают на большом экране. Ну, наверное, сейчас это такой, как я думаю, сюда, наверное, сложнее будет влезть, потому что, допустим, если какой-то там, какой-то продукт решил, что ему нужно отдельное приложение под какую-то операционную систему, да, то это будет низшее приложение. Например, допустим, Photoshop. Photoshop – это очень популярный продукт, он очень, ну, он нишевый. Это технический инструмент, который сложный, мощный. Вот. И, соответственно, новичку, попасть, да, в Adobe, наверное, будет не так просто. Вот. Но это мир очень большой, то есть здесь как бы пласт развития, он очень велик. Следующее, что я выделяю, это Machine Learning, это Data Science. В IT-сфере мы их называем Data Satanists. Это Big Data, Machine Learning, я тоже отношусь туда же. Здесь, наверное, я думаю, больше то место, где грань между математикой и программированием. То есть, скорее всего, здесь вам потребуется знание математики, вот, но здесь очень интересно. Так просто в качестве фана расскажу, наверное, но сейчас это очень модно, скажем, где-то лет 4-5 назад дата сатанистов в мире было очень мало, в России вообще единицы. и там им платили вообще бешеные деньги. Я не знаю, сколько, потому что я не работаю с дата сатанистом, но я ходил слухи, что типа от полмиллиона получал в среднем и выше разработчик дата сайенс. Это в основном питом, вот, и сейчас просто какой-то бум, сейчас куда ни плюнь, там какие-то новые крутые проекты, везде машин леорнинг, машинное обучение, искусственный интеллект, там обработка фотографий, сейчас все пытается, и сейчас даже для меня это какой-то выглядит ящик Пандоры, я не понимаю, как он внутри работает, я знаю, что там происходит процесс обучения, там есть какая-то модель, ты ее учишь методом проб и ошибок, потом потихонечку модель твоя становится умнее и начинает выполнять ту функцию, для которой она была придумана, и плюс еще обработка большого объема количества данных, вот, очень интересно, но и для меня это какой-то такой закрытый лес, и последняя сфера, точнее это предпоследняя, есть еще одна атмосфера, которую я сюда не включил, это, короче, геймдев, я, как бы, то есть геймдев бывает разный, это есть под компьютеры, под портативные девайсы, да, плейстейшн, там, под телефоны, в браузере, всякие, ну, консоли игровые, то есть, я это все объединяю в одну, в геймдев, геймдев, это очень специфичная среда, очень сложная, много новинок, которые есть в IT, берутся из геймдева, многие, многие крутые штуки, и написать свою игру, например, да, то есть, есть люди, которые любят играть в компьютерные игры, если вы любите играть в компьютерные игры, наверное, мне кажется, для вас это будет прям, очень круто придумать свои, ну, сделать свои игры, например, но так вышло, короче, что я не играю в компьютерные игры, вот, и, я раньше играл, до того, как у меня появился интернет, потом я перестал играть, поэтому для меня геймдев тоже так, немножко, у меня есть общее представление, как это работает, но это сложно, в плане, что нужен, допустим, дизайнер, нужен моделист, нужен архитектор, нужен геймдизайнер, который будет рассчитывать нам, допустим, если есть игра, у меня есть какие-то очки, есть жизни, который будет рассчитывать баланс в игре, который будет придумывать легенду, сценарий, то бишь, чтобы разработать игру, одного программиста мало, например, вот, если я хочу сделать какое-то простое приложение, в теории, я могу сделать его один, я могу изучить гайдлайны, я могу изучить какие-то рекомендации, гайдлайны, прошу прощения за такие умные слова, если кто-то не понимает, это профессионально, это означает рекомендации, то есть я делаю мобильное приложение, я могу сделать приложение со стандартным дизайном, подается под Android, которое будет понятно для пользователя, оно может быть будет выглядеть слишком обычным, но зато оно будет удобным и понятным, вот, и я могу сделать его в одиночку, как бы, разумеется, в команде лучше, но в целом мне не нужен там, допустим, я могу это один сделать, даже, я когда начинал, чтобы устроиться на работу, очень модно было, и сейчас, наверное, тоже модно, хотя, наверное, мы на это не смотрим, иметь свои приложения, да, в Google Play и в App Store, и вот мы сделали там свое приложение, которое, наверное, было даже, мы старались там, на дизайн, чтобы было красивым, вот, и мы сделали его, как бы, в одиночку, ну, то есть, мы вдвоем его сделали, я и там, и мой коллега, а вот, чтобы сделать игру, гораздо надо больше затратить ресурсов, вот, и в одиночку, наверное, ее сделать сложнее, вот, и, ну, как бы, геймдев, это круто, да, это интересно, вот, есть последняя сфера, которую я сюда не включил, но я, такой, для меня это практический момент, больше как юмор, наверное, это 1С, как бы, в 1С не надо идти, потому что, давай не будем, давай не будем заниматься пропагандой, я бы так сказала, что 1С для консерваторов, для тех, кто хочет стабильности, потому что это сфера, которая есть, была и будет, там всегда стабильно востребованы специалисты, она, сфера достаточно специфична, и, ну, просто, каждому свое. Да, да, просто это в России актуально, я не знаю, какие там условия, как бы, ну, вот у нас был один кандидат, который к нам устраивался на работу, он был, писал под 1С, вот, но он начинал там с университета, очень такого парень, он выиграл конкурс, 1С проводили конкурс, и он занял там первое место, вот, и он написал программу, вот, и его решение работало очень быстро, вот, и он там даже там денежный приз выиграл, неплохой, а потом в следующем году он еще раз подался, вот, но он занял не первое место, а второе, потому что вот здесь немножко был странный момент, что он написал решение, которое нестандартное, которое работает очень быстро, что, как бы, он молодец, вот, но почему-то жюри не зашли, сказали, что ты как-то типа хакнул систему, и так нельзя было делать, и вы дали ему не первое место, ну, это ладно, это в топик, вот, здесь, наверное, по сферам деятельности, то есть, если резюмируя, что нужно, да, для себя понять, во-первых, ну, нужна какая-то мотивация, она, возможно, ну, многих из вас, не знаю, денежная, если она только денежная, наверное, скорее всего, ничего не получится, потому что, ну, очень много будет в начале трудностей, и денег не будет, либо будет очень мало, потому что, когда я был без опыта работы, и я был никому не нужен, я даже как-то писал, короче, вот, ребят, я готов работать бесплатно, а сейчас, оглядываясь назад, понимаю, так не делайте, кстати, не говорите, там, не показывайте, показывайте, что вы готовы на все, но не оцените свой труд как бесплатный, как нулевой, это сразу же вас занизит в глазах работодателя, то есть, если, допустим, кандидат к нам приходит и говорит, что, типа, ну, я готов работать за бесплатно, это значит, что настолько он в себе не уверен, да, что, то есть, это скорее минус, чем плюс, даже если вы пока еще ноль, то есть, совсем начинающий, без опыта работы, имею в виду, не по знанию, от вас никто ничего не ждет, что там вы сейчас начнете там перфомить, короче, исправите все баги и сделаете там всем счастье, вот, но от вас ждут, как бы, что вы знаете все и одновременно ничего, поэтому, как бы, оценивайте свои знания согласно, как бы, рынка, вы исследуете рынок и, допустим, мне очень не нравится, когда приходят кандидаты, которые видно, что они начинающие, но они на лоха, типа, сейчас рынок перегрет, и вот, допустим, был человек, который просил, ну, сейчас могут назвать, они будут говорить имени, там, он хотел 180 тысяч рублей, я его просто бессил, вот, и так получилось, что, ну, он джуниор, в лучшем случае, вот, и мы можем предложить ему не 180, а 80, вот, но мы этого делать не стали, потому что, ну, это неправильно, мы посчитали, что, ну, то есть, я так посчитал, что, если человек себя оценивает, как, там, да, middle или senior, там, middle plus, ну, это как бы условно, но, как бы, мы так в общем, и я ему предложил, допустим, 80 тысяч рублей, вместо 180, это будет, ну, неправильно, поэтому мы просто ему отказали, типа, ну, извини, но ты там не подходишь, там, да, по каким-то причинам, поэтому здесь важно, наверное, адекватно оценивать свои знания, где взять цифру, сколько вы стоите, наверное, в среднем посмотреть на сайтов с вакансиями, вот, через год все меняется, через год вы становитесь всем нужны, и не вы, то есть не вам диктуют, сколько вы будете зарабатывать, а вы называйте, сколько вы хотите, как бы, то есть мне сейчас очень много пишут, да, с предложениями о работе, самое забавное, поначалу мне еще писали те компании, которые меня сначала не взяли, либо прогнали, у меня был такой довольно-таки трудный старт в IT, вот, я был полон демотивации, но, как бы, я не сдался, и оно того стоит, как бы. Мурат, я предлагаю ответить на вопросы в чате. Да, было время, это вышло, уже выходит. Так, давайте посмотрим. Нужен ли английский, да, и какого уровня нужен, может быть, в сфере IT и в мобильной разработке в частности? Если честно вам сказать, английский нужен, то есть уже сейчас, то есть английский должен у вас быть, независимо от программирования. Он не то, что он не является необходимостью, но он, то есть можно без английского, но у вас очень ниже будет, как это сказать, сектор, куда вы будете стремиться, то есть выборка у вас будет сильно ниже. Мне отец всегда говорил, уча английский, вот, как бы, разумеется, я его не учил, о чем жалею, и сейчас, как бы, ну, я на версту выпущенное, у нас на работе есть английский, я общаюсь с заказчиком на английском языке, мне очень много документации, я считаю, на английском языке, у меня английский подрос, вот, но если бы, допустим, английский у меня сейчас был бы еще лучше, то это было бы плюсом в моей работе и открывает, и открывает, как бы, для тебя новый спектр возможностей, поэтому английский не является необходимым, он не является, как сказать, не является достаточно, короче, он, без него можно, но с ним намного лучше, и надо его прокачивать независимо от, как бы, технических навыков, вот. Хорошо, спасибо. А давай ты будешь рассчитывать, а я буду отвечать, да, так будет лучше. Да, как ты вот оцениваешь предложение на, допустим, рынке образовательных услуг стать разработчиком за 14 дней? Ну, если честно, я считаю, что это, наверное, нереально. Нет, ну, меня бы заняло 8 месяцев, я думаю, что реально быстрее, ну, я, посмотрите, я когда начал учиться, я ходил на курсы, через, наверное, месяц, или там, два месяца, я точно не помню, я уже пытался искать работу, то есть, у меня были нулевые знания, но я все равно хотел, то есть, я понимал, что это неэффективно, я хочу найти работу, я хочу делать реальные задачи, поэтому, вопрос в другом. Что там пишет, что ли, вопрос в другом? Вот я, например, могу сверстать макет сайта на HTML, меня, в принципе, привлекает тема IT, но смогу ли я, окончив курсы, стать разработчиком, или просто выкинуть деньги на ветер, то есть, дадут ли курсы полную картину, или после курса в голове будет чуть больше, чем ничего, просто мне не интересует. Однозначно курсы дадут результат. Единственное, что здесь зависит, наверное, больше от вас. Когда я, ну, я, у меня были курсы там в другом месте, и я, как бы, как я думал, да, это было 4 года назад, 17, 16 год, 5 лет назад, я думал, что вот я сейчас себя покажу, я, я, я люблю, да, быть лучшим всегда, мне нравится вот, стремиться к лучшему, я думал, сейчас я себя хорошо покажу на курсах, может быть, меня заметят, как бы, и потом какую-то там работу предложат, но в моем случае такого не было, я был предоставлен сам себе, никто нам ничего не обещал, не гарантировал, вот, но, и, то есть, у нас как происходило, ну, было обучение, потом было домашнее задание, и я вот заметил, что с кем я учусь в группе, там человек 15-20, домашнее задание делали, ну, единицы там, скажем, 2, 3, 5, максимум 5 человек, то есть, есть, то есть, преподаватель дает материал, и на самом деле все понятно, если непонятно, ты спрашиваешь, он тебе объясняет, но самое сложное начинается тогда, когда ты сам берешься, ты начинаешь сам писать код, ты начинаешь, тебе некомфортно, испытываешь трудности, и ты растешь в момент, когда тебе некомфортно, вот, смотрите, вот, у меня сейчас на работе, скажем, ну, все получается, все окей, как только я берусь за то, что я никогда не делал, я чувствую себя дискомфортно, и мне это не нравится, но когда ты чувствуешь себя дискомфортом, ты растешь, и вы можете на себе заметить, если вы будете что-то делать, и вам некомфортно, то, скорее всего, вы растете, более того, это ваше состояние будет почти всегда, вы будете думать, блин, как много всего, по-моему, Эйнштейн говорил, такую фразу, типа, ну, я немножко модифицирую, Эйнштейн, чем больше вы погружаетесь, в это, чем больше вы познаете, тем больше вы понимаете, что вы знаете меньше, здесь настолько сфера бездонна, настолько здесь есть много нюансов, много там, да, моментов, что здесь можно изучать, изучать, не изучать, поэтому я вообще потерял суть вопроса, я столько говорю, многое, чем был вопрос, Ольга, напомни, пожалуйста. Вопрос был в том, чтобы, если сейчас, допустим, есть скиллы по, допустим, верстке макета сайта, HTML, привлекает тема IT, то есть, окончив курсы, это поможет стать разработчиком? Да, смотрите, курсы нужны, на самом деле, можно без курсов, но без курсов будет дольше, то есть, и еще, я, допустим, на курсы познакомился с ментором, ну, для меня он был неким, он сам не знал, что для меня он ментор, но я так его воспринимал, ментор – это человек, который тебе подскажет, куда двигаться, да, там везде, наверное, вы, может быть, читали, что нужен ментор, можно и без ментора, но будет дольше, и если вы, как я, хотите максимально быстро, да, там, я посещал всякие метапы, семинары, но сейчас немножко сложно, сейчас коронавирус, и сейчас, наверное, мало очных проводится, но я живу, я из Питера, все метапы, которые есть, связанные с IT-сферой, даже не по моему профилю, я посещал, я знакомился с людьми, я заряжался их энергией, вот сейчас скажу буквально чуть-чуть мотивашки, когда вот люди приходят на метап, у них и такой бейджик висит, всем выдается, это написано, да, имя, фамилия, и компания, от которой ты пришел, я был сам по себе, без компании, я когда-то мечтал, что вот, я приду на метап, я напишу там, да, название фирмы, от которой я пришел, вот, теперь я могу это сделать, как бы, но сейчас метапы не проводятся, очные, но есть онлайн, их, кстати, много, поищите там всякие, есть группы в Телеграме, где можно найти всякие события, единственный вопрос, да, есть ли прикладывать усилия, только прикладывать усилия, будет результат, без усилий, короче, ну, мне пришлось приложить очень много усилий, и знаете, вот, когда я вошел в это, да, в IT-VIT, я взошел, многие мои там друзья, коллеги, кто там, особенно сейчас, да, это стало модным, как бы, да, быть программистом, работать в IT, вот, ими начали интересоваться, и спрашивают у меня там советов, я всегда отвечаю, я всегда рад, как бы, да, поделиться, быть полезным людям, вот, но я, первое, да, что, на что я обращаю внимание, это, настолько человек, ну, готов приложить усилия, если он хочет, чтобы за него все было сделано, ну, это не сработает, здесь, у меня есть, как бы, знакомые, у которых отцы там, да, скажем, обеспечены, они пытаются своих детей куда-то пристроить, и у них в случае с IT не выходит, потому что, ну, здесь можно строиться по знакомству, но только в том случае, если, как бы, у тебя есть знания, без знаний здесь не получится, поэтому отвечая на вопрос, еще раз, да, коротко, да, нужно будет накладывать усилия. У тебя в презентации есть еще один слайд, что-то хочешь по нему сказать? А, да, здесь есть, короче, последний слайд, здесь, ну, к нему, прошу относиться, немножко, не серьезно, когда вы будете, да, я надеюсь, что у вас у всех есть цель, стать разработчиком, вот, и когда вы будете, станете разработчиком, либо уже стали, вы начнете над собой шутить, да, как бы, и шутить, и не шутить, там, да, испытывать какую-то боль, вот, и здесь указан топ языка программирования, владельцы которых пытаются от него уйти, то бишь, допустим, да, первое это ВБА, это Visual Basic, то есть те, кто пишет на Visual Basic, мечтают с него уйти на другой язык, на более новый, на более модный, видите, да, на первом месте Visual Basic, если честно, я даже не скажу сейчас, где он применяется, я даже, у меня нет коллег, нет знакомых, кто на нем пишет, на второй позиции Objective-C, как ни странно, это iOS-разработка, видать, даже те, кто на ней разрабатывает, испытывают боли, вот, но они, сейчас с Objective-C все уходят на Swift, Perl, там, это старый язык программирования, Assemble, это, он тоже, на нем сейчас мало кто пишет, это нишевое все, вот C, там, C подобные языки, вот, но PHP, допустим, Ruby, Java, R, это, почему они здесь, это популярные языки программирования, вот, но просто, их так, они настолько популярны, что уже появились много желающих, кто хочет с них переехать на другой язык, выгорания, там, там, HTML, CSS, ну, там еще есть C++, ну, в общем, да, так вот, то, то бишь, это рейтинг тех, кто мечтает сменить свой язык программирования на другой. Да, наверное, в любой профессии происходит со временем выгорание, человек должен принимать решение. Да, здесь еще, ну, в целом, наверное, хороший разработчик знает больше одного языка. Я, получается, я знаю, там, три, можно сказать, даже, может быть, чуть-чуть три с половинкой. Ну что, давай, наверное, ответим на еще последний вопрос. Да, какой возрастный диапазон тех, кто входит в IT? Диапазона здесь нет, наверное, любой. Но, опять же, да, скажу, как есть, как у нас, наверное, это происходит. Обычно, чем ты старше, тем больше ответственности. То бишь, если ты, допустим, студент, учишься там, в университете на третьем курсе, я не знаю, какая здесь аудитория, вот, если вы учитесь в университете, то, скорее всего, вам будет легче всего. Потому что, ну, грубо говоря, вы учитесь, вам не нужно там платить ипотеку, у вас нету голодных детей. Ситуация бывает разная, я сейчас обобщаю, да, и вы можете, допустим, пробовать разные языки программирования, вы можете, там, не знаю, не получилось в одном месте не расстраиваться, у вас получится в другом, да, и плюс еще, если вы учитесь в техническом, в техническом музее, вам приходят возможности новые. Многие там фирмы, компании ищут новых, нужна новая кровь, сейчас нехватка кадров, и сейчас говорят, что проще кандидата, да, воспитать, научить его, да, правильно, с нуля, чем там кого-то перевучивать. Поэтому сейчас очень много есть всяких стажировок. Почему вообще появляются стажировки вот эти? Потому что компаниям выгодно, они обучают людей с нуля, скажем, платят им не очень много денег, вырастает специалист, который к этой компании лоялен, и, скажем, год-два он работает на компанию, принося ей пользу, тем самым окупая, как бы, свое, свое обучение, что компания на него потратила. Вот. И когда вы старше, наверное, вы менее, ну, как это сказать, мобильны, и у вас, допустим, да, если вам 50 лет, и вы хотите пойти в разработчика, ну, в разработку, это можно, но в чем еще будет сложность? Допустим, да, мне 29 лет, как бы, и я в отделе там, да, самый старый получается. У меня коллеги, ну, многие, это 23-летние, там, 25-летние, и если вам 50, вам нужно быть готовым к тому, чтобы, что ваш, там, допустим, наставник, он будет, там, скажем, 19-летний, 20-летний, он будет вас учить, что делать. Если к этому готовы, то никаких проблем нет, вот, но возраст тоже дает свои плюсы. Обычно люди, которые постарше, они поопытнее, и они могут правильно себя вести. вот, часто бывает такое, что молодые, они немножко импульсивны, они, как это сказать, ну, например, да, прямой, реальный случай, они могут просто не выйти на работу, просто загаситься, и все. Ну, я такое себе не могу позволить, да, я там предупрежу, не то, что выйти на работу, а уволиться, молча уволиться, забить и просто не выходить на связь. Это некрасиво. Вот, я заметил, в среднем, да, молодым это больше свойственно, чем тем, кто постарше. Те, кто постарше, обычно, ну, они более опытные, более, ну, они, как это сказать, прохаривали жизнь, типа, вот, а в целом возраст, наверное, ну, это не помеха, просто надо быть готовым, что если там мам много лет, 50+, и маме будет руководить молодой шкет, не надо его как шкета воспринимать, а как коллегу, вот. Мурат, спасибо тебе большое, я хочу в завершение добавить, что, правда, сейчас, если можно, конечно, самим, а по каким-то самым учителям развиваться в любом направлении, но если вы хотите получить какое-то быстрое, качественное образование, то в современном мире оно, конечно, стоит немалых вложений, и это надо закладывать тоже в свой карьерный план и закладывать также то, что первое время придется, ну, какую-то подушку, да, безопасность для себя откладывать на время перехода. Сегодня Мурат тоже об этом говорил, что такое время, оно необходимо. Придется в один момент оставить свою работу и какое-то время работать первый год, да, это может быть какой-то минимальный доход. Что мы можем предложить как учебный центр? Когда большую сумму на обучение сразу выделить тяжело, при этом откладывая, вы просто как угасаете, теряете мотивацию, и курсы у нас, кстати, дорожают каждый год, мы предлагаем студентам бесплатную рассрочку, то есть вы оплачиваете всего 20% от дипломной программы, тем самым фиксируя ее стоимость, и цена больше для вас не растет, и затем просто в течение года вы просто доплачиваете определенные количества до каждого курса постепенно, не так сильно критично для бюджета. Рекомендую воспользоваться такой возможностью, направление обучения у нас есть по многим дипломным программам, наши менеджеры вас с удовольствием поэтому по любому направлению проконсультируют. Мы с Муратом продолжим беседу 26 числа, а на следующей неделе во вторник будем говорить именно про мобильную разработку уже подробнее, более глубоко заостримся на этом направлении. Я вас всех приглашаю, ссылочка в чате, пожалуйста, регистрируйтесь. Мурат, спасибо тебе большое за то, что пришел к нам и поделился своим опытом достаточно откровенно, и как-то мне очень откликается, я прям замотивировалась сама. И честно, я не знаю, понравилось ли вам или нет, но я очень надеюсь, что какие-то вопросы я вам стала яснее, понятнее, просто я как бы говорю, я не знаю, как бы, кстати, в одну сторону вещаю, вот, и не знаю, настолько это было полезным или нет, может быть, если у вас есть какая-то система сбора фидбэка, если там, если у специалиста есть такая штука, то я попрошу написать там, да, много воды, может быть, было, или, ну, то есть, дать какой-то фидбэк, можно коротко, можно там развернуто, вот. Вам спасибо, что вы пришли, конечно. Давайте сейчас останавливаю запись. Субтитры сделал DimaTorzok